Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим на достаточно сокровенную тему, а именно повышение ДПСа в чудесной игре, в нашей любимой World of Warcraft. Ну что ж, начнем с теории, а закончим уже различными ссылочками, ресурсами, гайдиками, ну и какими-либо видосами, которые делались мною ранее. Начнем же. Что касательно теории, хороший дамагер, это всегда живой дамагер. Умирать, конечно, можно в некоторых боях, в каких-то даже придется все равно, по некоторой механике боя, к примеру, на Аргусе, окей, там групповая смерть, это норма, либо когда вы выносите большой войд, тоже норма была. Сейчас же таких механик, по-моему, нету, где приходится когда-то кому-либо умирать, и поэтому вы можете прожить абсолютно весь бой и выдать весьма хорошее число ДПСа. Все зависит лишь только от вас. Чтобы не умирать, нужно правильно позиционироваться. Выбрав правильную позицию, не задевая никого-либо при условии небольшой проверки дистанции, вы будете поддерживать свое ХП в норме, оно не будет у вас опускаться как-либо резко при каких-либо костах босса, и все будет просто замечательно. Если же, к примеру, бой на Вектисе требует рассредоточиться по различным точкам, то, конечно, это стоит сделать и стоять уже кучно. То есть, стоит следовать тем указаниям, тем механикам, которые приведены на каких-либо босс-файтах. Что касательно аддонов, аддоны это любимая вообще часть, любимая часть обсуждения моей личности, скажем так. Старайтесь установить только то, что вам реально нужно, и что нужно именно вам. Не опирайтесь ни на чьи советы. Рекаунт, скада, детейлс — это аддоны, в принципе, одни и те же, но только один работает на старом ядре, и немножко будет подгружать вашу систему, от этого будет небольшая просадка в фпсе в кадрах в секунду, и можно ощутить небольшие, скажем так, проблемки при перебежке, при каких-либо действиях в игре. Поэтому самым лучшим выбором это будет либо скада в текущий момент, либо детейлс. Тут уже все на ваше усмотрение. Использование каких-либо векаур, каких-либо блоков векаур — все, опять же, на ваше усмотрение. Отслеживание цифр дамага аналогично. Думайте, смотрите, наблюдайте, и, быть может, вы составите себе топовую сборку интерфейса, которую когда-нибудь скиньте мне, и скажете, что вот, спасибо тебе огромное за труды, держи, это подарок. Я буду только рад, на самом деле, если найдется человек, который что-то как-то сделает интересненькое. В игре, помимо обычных каких-либо рейдовых бафов, есть и личные рейдовые бафы — это у нас всего три их существует в текущий момент, то есть выносливость, ну, не влияет, конечно, на ДПС, но все же. Инта от мага и боевой клич от воина. Боевой клич увеличивает силу атаки в текущий момент, ну, а чародейская гениальность от мага увеличивает интеллект. Эти бафы обязательно, эти бафы мы используем для повышения нашего ДПСа. Также бафы есть в виде настоя, руны и еды. Настой используем самые актуальные, само собой, с целью получения наибольшего количества цифрок ДПСа, то есть настой на инту, окей, это на наносливость, настой на силу и настой на ловкость. Если же вы алхимик, то накрафтите фласок заранее, и, к примеру, если вы идете в рейд с каким-либо гильдейским пати, гильдейским рейдом, гильдейской группой, то не поленитесь поставить котел. Вас будут ценить, любить, холить и лелеять. Рунки. Касательно рунок все просто. Либо мы получаем их при покупке с аукциона, либо мы получаем их за различные сумочки при выполнении призыва к оружию и прохождении каких-либо кварталов ЛФРа или же случайного героического подземелья. Еда крафтится достаточно легко в текущий момент. Аналог еде это пиры, которые ставятся на большое количество человек. Что-то типа котла, только еда. Ну, проще говоря, как-то так можно объяснить. Вполне хорошее объяснение. Я поставил бы себе 10 из 10. Также я уже говорил ранее чуть-чуть о механике боя, о том, что нужно держать некоторую дистанцию, к примеру, если того требует механика боя. Да, нужно само собой знать заранее механику босса и то, что вам придется делать на каком-либо боссфайте. К примеру, если в этот момент нужно вам перебежать, или же в этот момент вам нужно что-то перенести, там какую-нибудь сферку, к примеру, как на гуне, то не стоит за пару секунд до этого нажимать свои ДПС-кулдауны с целью повышения ДПСа. Ну, нажмете бы «Окей» и в итоге пробурстите 2 секунды, а оставшиеся 10, к примеру, уйдут просто в никуда. Это будет крайне грустно и это будет полнейшая потеря. Если же еще говорить о кумлево-программном обеспечении, не затрагивая доны, можно использовать макросы. Окей, макросов большое количество, там как на покупку витамов, как на спам в чат. Есть небольшие макросы, к примеру, для Монаха-танка. Текущий момент, который я использую. Использование каста вызов. Слэш-таргет, то есть это выбор в цель статуи черного быка. Так, потом делается, собственно, вызов, самая обычная провокация. И в дальнейшем выбирается последний таргет, который был выбран. С помощью этого макроса я, не отрываясь от своего основного таргета, делаю таунт на статую. При этом делается массовая провокация в радиусе и все становится просто замечательно. Это намного быстрее, чем бы я в куче мобов находил бы эту статую, нажимал бы на нее провокацию и потом бы опять в таргет брал ту цель, которая у меня была до того, как я пытался взять статую в свой таргет. Вот так. Личные качества. О них тоже стоит поговорить. Правильно поставьте монитор, чтобы видеть всю картину боя. Нормально отдалите камеру. Используя макрос. По-моему, он был у меня где-то рядом. Я его сейчас покажу. Макросом, по-моему, это до сих пор еще можно делать. Вот он. Либо же скачиваем аддон. Stop resetting my camera. Что-то типа такого. Сейчас я должен его найти. 100%. Так. Так-так-так-так-так-так. Вот он. Stop resetting my camera. Абсолютно верно. Я помню этот аддон. Он очень полезен. И он никак не настраивается. Ничего с ним не делается. Мы просто-напросто отдаляем камеру. Ну, я считаю, что камера у меня очень далеко в текущий момент. И можно увидеть абсолютно всю картину боя. Это действительно классно. Руки. Руки всегда должны быть чистыми. Они всегда должны быть теплыми. Холодными руками играть нельзя. Хорошая растяжка пальцев крайне важна. И позиционирование кнопок на клавиатуре в виде различных биндов и всего прочего тоже важно при повышении своего ДПСа. Ну, а теперь же перейдем уже конкретно к программным каким-либо вещам. Мы получаем вещи при условии прокачки, при условии прохождения подземелий, рейдов, закидывании дополнительных монеток на рейдовых боссах, на ворлдбоссах. Каждый использует монетки там, где считает нужным. Самое лучшее, конечно, использовать в мифик рейде, но не все туда попадают, увы. Поэтому какие-либо героические рейды, либо десятые ключи, которые равны по луту гер рейдам, в принципе, весьма неплохо пойдут для закидывания монеток. Но только в миф плюсах мы не полутаем зеритовый кусочек, это крайне грустно. Но зато мы можем полутать пуху, которую я только полутал недавно. Окей, я думаю, насчет монеток вы абсолютно все сами решите. Так вот, то, что касательно лута, который мы получаем в большом количестве. Ладно, кто-то в большом, кто-то в меньшем. Его нужно проанализировать через различные сайты, посмотреть, с какой вещицей мы получаем большее количество урона, на большее количество стат для своего персонажа, к примеру. Некоторые тринкеты прокают редко, некоторые тринкеты прокают часто. Какие-то тринкеты наносят дамаг, какие-то тринкеты повышают наш основной стат, атрибут, с целью увеличения дамага от конкретно тех кнопочек, которые мы нажимаем. И нажимать кнопочки с периодичностью дожидаясь ГКД, отката или мышкой какие-либо кнопки, которые у нас стоят в основе, крайне глупо. Это будет самым лучшим решением, играя на каком-либо милидамагере, танке, пока я играю за рейнджа, можно играть размеренно. Так вот, я что-то прыгаю из темы в тему. В общем, делайте топовые вещи, пользуйтесь топовыми сайтами, пользуйтесь теми видосиками, которые я закину в описание к этому видосику. Там все касательно симкрафта, такого сайта как RaidBots. Также накидаю различных полезных сайтов, где можно проанализировать свои вещи. Порой даже анализ шмота, действительно то, о чем я говорил в самом конце, это намного важнее, чем то, как вы будете играть. Хотя нет, на самом деле, тут я соврал. То, как вы будете играть, намного важнее вашего шмота. Человек в 320-м эквипе может сыграть лучше, чем человек в 340-м, хотя в таком уже почти никто не бегает, но все же. Всех вам благ, счастья, здоровья, пользуйтесь всем тем, что будет накидано в описании к этому видосику. Пользуйтесь всеми теми советами, которые были мной озвучены. И, надеюсь, придет время, когда мы будем играть с вами бок о бок, когда вы станете хорошими игроками. Берегите ноги, до скорого.